Кнауф – это комплексное решение для любых помещений. Это комфортный дом для каждого члена семьи. Уют в доме начинается с Кнауф. По разным причинам перед отчетным матчем мытищенцы не смогли выставить на игру сразу пять футболистов основного состава. Это Паулиньо, Ружинцев, Багиров, Гончаров и Устьянцев. Тем не менее, хозяева начали встречу очень активно и какое-то время сохранялся нейтралитет. Но все же открыли счет именно гости. На седьмой минуте это сделал Марсенио. Тут же команды обменялись опасными ударами Лыскова и Потехина, но забивали в этот вечер только гости. На одиннадцатой минуте Робиньо пробил с левого фланга с разворота в ближний угол. А еще через четыре минуты Дмитрий Лысков направил мяч практически по тому же маршруту. В конце тайма после неудачного розыгрыша штрафного удара мытищенцы получили быструю и результативную контратаку, которую завершил Иван Чешкало. Во второй половине встречи характер игры кардинальным образом не поменялся. Разве что приобрела она менее эмоциональный характер. Ощущалось, что команды были мыслями уже в следующем матче. Лысков, Чешкало и Купатадзе довели дело до итогового разгрома. 0-7. Перед вторым матчем в состав мытищ вернулись сразу четверо дисквалифицированных игроков. И ожидалось, что игра сложится по совершенно иному сценарию. Матч обе команды начали сверхактивно, но счет открыли гости. Отличился Иван Чешкало. Спустя пять минут Гончаров сделал включение по правой бровке с помощью стоба, в роли которого выступил Фумаса и с носка пробил под перекладину. 1-1. Чувствовалось, мытищи очень хотели реабилитироваться перед болельщиками и боролись не жалея живота. На 19-й минуте удар Робиньо со стрейшего угла застал мытищенского голкипера в раз плох. Югорчане вышли вперед. 2-1. Сегодня начали так тяжеловато, подольше раскачивались и во втором тайме уже более-менее, где-то в концовке первого тайма под контроль больше мяч взяли. И так, в принципе, сегодня удавалось хорошо моментами, очень хорошо игра. И в защите хорошо отрабатывали, потому что у нас за последние игры в защите не очень были, было много минусов, чем плюсов. Ключевыми минутами матча стали последние мгновения первого тайма. Мытищенцы владели инициативой и не использовали ряд голевых моментов. С 10-метровой отметки Ружинцев не смог переиграть Купатадзе. За этим следуют два подряд опаснейших угловых удара и снова вратарь Югорчан Купатадзе действует эффективно. А вот гости забили. От ноги Мурила мяч оказался в сетке хозяев. 1-3. До третьего гола игра держала в напряжении, но во втором тайме, увы, для болельщиков из мытищ, игра у подмосковных ребят и вовсе расклеилась. Моменты были, а реализация хромала. Копейкин, Чешкало и во втором матче подряд отличился голдкипер Купатадзе. 6-1. Вторая подряд победа «Газпром-Югрим». Футболисты сегодня наши выполнили полностью установку. Конечно, не полностью время, но у нас 50 минут, мы где-то 10 минут до того, что я попросил тайм-аут. Мы не делали, что мы договорились и мы были недисциплинированы насчет татика. Потом мы поправились вот это и вот у нас удалось в это такие победы, такая победа. Но все равно сложная победа, нелегко, несмотря на счеты, но сегодня было нелегко. К сожалению, и это можно понять, футболисты мытищ расстроились и отказались от интервью. Теперь команда Максима Горбунова получит несколько выходных дней и будет усиленно готовиться к другим играм Суперлиги. Еще не все потеряно, а «Югра» в следующем туре встретится с чемпионом – с Диной.